Что делать, когда я не знаю, что делать? Ну, конечно, мы говорим больше не о том, что просто сейчас я не знаю, чем мне заняться, а вот какая-то ситуация, что-то происходит, и ты не понимаешь, что тебе делать дальше. Ну, такое ощущение, что ты будто бы зависывая там, не понимаешь. И у нас мозг все время такой, нам надо решение срочное, срочное решение надо. И вроде бы оно надо. И хочется сделать какое-то решение. А что делать, если не знаешь, какое решение? Ну, вот как-то не готов к этому. Мне кажется, что нам очень не хватает навыка и умения жить в моменте. Ну, вот в моменте, как бы идти вглубь в него, окунаться. И просто позволять Вселенной давать нам знаки, давать нам возможности какие-то, что-то увидеть. Ведь каждая ситуация дана нам для чего-то, и она, по сути, нас трансформирует. Если бы мы все сложности, которые у нас возникали, как препятствия, убирали на своем пути, такие, типа, все убрать, идеальная дорога. Представляешь, выезжаешь на дорогу, и там все препятствия, все машины едут, они специально все. Ты первый раз никогда с этим не сталкивался. Они все едут с разных сторон, куда-то поворачиваются и так далее. И ты мечтаешь только о том, чтобы была такая дорога, где ты бы один там ехал. Вот едешь, и нету других машин, и так классно. Ты можешь ехать куда угодно, но куда ты доедешь? Что это за жизнь такая, где нету других машин? Важно понимать, что если мы не знаем, что делать, значит, что-то происходит. А если что-то происходит, значит, это для чего-то нужно. А если это для чего-то нужно, то скорее важно понять не, что делать, а почему это происходит и для чего это нужно, что мне это дает. Можно задать вопрос, что у меня это забирает, а можно задать вопрос, что мне это дает, как это делает меня богаче И у меня всегда такой есть образ, который мне помогает, большого океана, где-то там берег, наверное, но это не точно И ты плывешь, но ты плывешь с надеждой, что там где-то берег, и тебе даже иногда кажется, что ты его видишь Потом оказывается, что нет, это просто лодка какая-то перевернутая старая Но ты плывешь, и вот здесь очень важно взять правильный темп и плыть, потому что если ты сейчас начнешь быстро пытаться доплыть до конца океана, которого ты не видишь Или будешь слишком медленный, то у тебя там что-то может произойти, поэтому ты просто берешь темп и дальше ты начинаешь кайфовать Мол, как классно, что я плыву, как здорово, что... Вот сейчас в паузе, когда включилась молитва, и мы прервали видео Я в очередной раз убедилась в том, что все же временно Можно, конечно, громко кричать, возмущаться, бежать Зачем вы включили молитву? Вообще тут не все молятся, между прочим А можно просто в этот момент расслабиться, потому что это тоже пройдет И вот когда не знаешь, что делать, нужно подумать о том, о что ты знаешь И переключиться на что-то другое На то, что тебя увлекает, на какую-то свою глобальную идею, на какие-то глобальные вещи И просто позволить вселенной дать тебе наилучшее решение Когда начинаешь это делать, тогда ты начинаешь идти в изучение себя Не в попытках исправить другого человека, его что бы то ни стало, его подчинить контролю А мы все время хотим все контролировать А именно Сфокусироваться на себе И просто сказать, ну это пройдет Я хочу выплыть, хочу, супер Ну тогда погнали И просто продолжить жить А ситуация всегда решится наилучшим образом Просто можно сделать это силком А потом все время думать правильно, неправильно Можно позволить ей самой обратиться в наилучшую форму По крайней мере, я стараюсь придерживаться этого принципа Когоzem Akata И просто стои